Иван Алексеевич Бунин Иван Алексеевич родился 22 октября 1870 года в Воронеже. Отец писателя, помещик Алексей Николаевич Бунин, участвовал в Крымской войне. Мать писателя, Людмила Чубарова, приходилась мужу двоюродной племянницей, отличалась кротким и впечатлительным нравом. Детство писателя прошло в родовом имении Бутырки, Орловской губернии. Любовь к чтению мальчику привил гувернер, студент Московского университета Николай Ромашков. Первыми прочитанными книжками мальчика стали не детские сказки, а Одиссея Гомера и книга стихов на английском языке. Иван Алексеевич Бунин Иван Алексеевич Бунин Знакомство Бунина с Антоном Павловичем Чеховым, который удивил его приветливостью и простотой. Сблизился с Александром Куприным. Они были ровесниками, вместе начинали вхождение в литературное сообщество. Его настроение того времени прослеживается в рассказах «Эпитафия», «Антоновские яблоки» и «Новая дорога». В 1898 году в Одессе Иван Алексеевич знакомится с Анной Цакни, которая стала его первой официальной женой. Вместе супруги прожили недолго, расстались спустя два года. Их единственный сын Николай скончался от скарлатины. Больше детей у Бунина не было. В 1900 году поэт порадовал любителей его творчества новой книгой стихотворений «Листопад». После этого его не называли иначе, как поэтом русского пейзажа. Через три года от Петербургской академии наук Иван Бунин получил первую Пушкинскую премию. Вслед за ней появилась и вторая. Самыми яркими его работами того периода стали стихи «Вечер» и «Помню долгий зимний вечер». Ноябрь 1906 года стал счастливым для Ивана Алексеевича. Именно в это время он знакомится со своей третьей женой Верой Муромцевой. Она увлекалась химией, свободно разговаривала на трех языках и от литературной богемы была далека. Супруги прожили вместе до самой кончины Бунина, хотя их жизнь безоблачной не назовешь. После революционных событий 1905 года, которые Бунин не принял, называя себя свидетелем великого и подлого, выходит в свет его повесть «Деревня». Именно с нее начался цикл произведений, в которых запечатлена таинственная русская душа. Вскоре вышли рассказы «Хорошая жизнь», «Лапти» и повесть «Суходол». В 2011 году под наименной повести писателя был снят фильм «Суходол», который получил гран-при на 13-м Всероссийском Шукшинском фестивале. Бунин с женой много путешествовали. Замысел произведения господина Сан-Франциско возник у Ивана Алексеевича во время их путешествия на пароходе, следовавшем из Италии. Рассказ представляет собой притчу, повествующую о ничтожности богатства и власти перед лицом смерти. Один из голливудских режиссеров выразил желание снять фильм по рассказу господина Сан-Франциско, однако дальше разговоров дело не пошло. Одним из последних произведений, написанных Буниным в предреволюционную пору, стал рассказ «Легкое дыхание». История про гимназистку Олю Мещерскую, застреленную на вокзале казачьим офицером, была придумана писателем, когда на одном из надгробий кладбища острова Капри он увидел портрет жизнерадостной девушки. Это произведение названо критиками самым знаменитым и самым чувственным рассказом Бунина. Рассказ лег в основу снятого в 1994 году фильма «Посвящение в любовь». Октябрьскую революцию писатель встретил в Москве, оттуда в мае 1918 года уехал в Одессу. Все это время он вел дневник, в котором много писал о губительной силе русской революции и власти большевиков. Позже за границей книга с этими воспоминаниями вышла под названием «Окаянные дни». В 2014 году режиссер Никита Михалков представил на суд зрителей художественный фильм «Солнечный удар», снятый по мотивам двух произведений Ивана Бунина – «Рассказы «Солнечный удар» и книги «Окаянные дни». В начале 1920 года Иван Алексеевич покидает Россию. В Париже Бунин издает собрание своих дореволюционных произведений. Зимой Бунины жили в парижской квартире, а летом – на вилле в старинном городе Грасс. В это время из-под пера Ивана Алексеевича выходят рассказы «Начальная любовь», «Цифры» и «Митина любовь». В 1926 году семья Буниных приютила в своем доме писательницу Галину Кузнецову, которая стала для Ивана Алексеевича не просто другом. Кузнецову называют последней любовью писателя. На вилле супругов Буниных она прожила 10 лет. После расставания с Кузнецовой Иван Бунин написал 38 новелл, вошедших в сборник «Темные аллеи». В 2000 году вышел фильм-биография «Дневник его жены» режиссера Алексея Учителя, в котором рассказана сложная история взаимоотношений Ивана Бунина и его близких. В 1933 году Ивану Алексеевичу Бунину, первому из русских литераторов, была присуждена Нобелевская премия. Это признание, по мнению писателя, было связано прежде всего с автобиографической книгой «Жизнь Арсеньева», написанной им во Франции. Значительную часть премии он отдал нуждающимся. Задолго до получения денежного вознаграждения Бунину пришло свыше 2000 писем, в которых содержалась просьба о помощи. Вторая мировая война застала Буниных во французском городе Грасс. Здесь писатель закончил сборник рассказов «Темные аллеи». Сам автор считал лучшим своим произведением именно рассказ «Темные аллеи». Война примирила писателя с ненавистным ему большевистским режимом. Он праздновал разгром гитлеровской армии под Сталинградом как личную победу. В конце войны Бунин часто думал о возвращении на родину. Иван Алексеевич Бунин умер в Париже 8 ноября 1953 года. Похоронили писателя на кладбище Сен-Женевев-де-Буа, месте, где нашли упокоение сотни российских эмигрантов. В Советском Союзе после революции собрание сочинений Бунина опубликовали только в 1956 году. В него не вошли окаянные дни, письма и дневники писателя. Только во время перестройки запрещенные сочинения автора издали полностью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok